Приветствую всех, уважаемые друзья! Вы на канале Видеотекере и сегодня мы с вами продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. У нас с вами очень простой, максимально простой план на серию. И состоит он в том, чтобы просто открыть карту и поразбираться в тех неприятностях, в тех приключениях, которые будут выпадать на нашем пути. Давайте в первую очередь, в первую очередь поскачем вот сюда. Как всем прекрасно известно, в игре просто так ты скакать не будешь, будут какие-то активности, будет еще что-то. Так. Будет, естественно, автосохранение, куда же без этого. можно, конечно, поохотиться чутка. 21 стрела. Ой. Бам тебе! О, осина. Я в этой игре очень-очень много буду заниматься охотой. Всех аннигилируем. Хорошая шкура. Хорошая — это хорошо. это стоит денег. Более качаться надо. Я не собираюсь вообще торопиться в плане непосредственно сюжета. Сюжет он пусть будет. Будем изучать мир. Даже, скорее, не столько изучать, правильнее сказать, наслаждаться. По-нормальному, конечно, надо было бы лошадь сразу бы основную себе завести. Потом изучать. Вот, кстати, да. Я вот сейчас понял, кое-что. Надо бы от жучки-то избавиться. Так, заяц. Куда под колеса? И за это время прокачал бы отношения непосредственно с новой лошадью. Так, а какие задания тут у меня готовы? Ну-ка, подождите. Дядюшка. Дядюшка — это Валентайн. Это у нас кто? Пастор Свонсон? Да, это у нас не то совсем. Хавьер эскуеван Ну, блин, ну, начальные, конечно. Да. Давайте, наверное, вот так лучше сделаем. Я, наверное, пройду начальные миссии, чтобы была возможность приобрести постоянную лошадь и чтобы была открыта возможность охотиться на легендарных животных. Ты не возникай, кто там, кто там. Ваш главарь тут едет. Раступись. Просыпайся, алкашняр. Выполняем квесты. Как-то игра сделана, а вот серьезно, вот после вот такой вот игры все более такие вот мелкие проекты, поделки, копии вообще не воспринимаются. Я имею в виду их жанра в открытом мире, естественно, но... Игра, это чисто кино. Ну, или хотите сериал. Какая барышня? Ничего. Мы найдем что-то для вас тоже. Мы всегда делаем. Мы устраиваем из наших умений. Они здесь двумя в час. Кэрин уже готов к смерти. Какое вам надо развлечение? Ё-моё, от скуки они умирают. В этом Валентайне такая цивилизация, там волки срать не ходят. Цивилизация. Леттс гоу. Че, вам пообщаться нечем? Че молчите-то? Во. Ага. О, такие песни мы одобряем. Вот этот сразу видно свои девчонки. О, какой красивый белый конь. Прррр. Ой, ты что там ее ловить? Смотри, учись. Помогу. Хотя можно, наверное, даже без этого. так, жучка, ну-ка, не дергайся. Подожди, 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 ну куда? Как я буду приручать эту арабскую, которая в снегах там обитает? я вообще боюсь представить. Так, кто такая? Шайерская. Это мы такое знаем. А, уже успокоилась? Ну-то я понимаю. Доровяк, здоровяк. давай, отведем тебя к хозяину. Фигасия, лошадь. Что это, что это за кабанина? Артур, здоровый, огромный мужик. С этой лошади, вы посмотрите, каких он размеров. Так, жучка, рядом со мной будь. Держи. Ну, еще бы. Нашел, блин, джентльмена. Погнали. Так, жучка, за мной. За мной, жучка. О, повезло, поезд как раз отъезжает. Тормозите. Я бы его ограбил. Артур бы его поограбил. А я бы его бы на месте Артура бы съел бы. Хе-хе. Будем выполнять испытания, естественно, все будем делать. Эта игра здесь надолго. На канале видеотеке. Очень надолго. Иногда, может быть, будут чередовать ее с другими, но она будет основным контентом. Пока не пройду на сто процентов. Пылить своими досками. Какая ж, мать его, красота. Мужик, 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 мужик. Вот собакин. Это жучка какая, а? Кормить, погладить, конечно, молодец. Ходит за хозяином, ходит, да, да, красотка. Красотка. Это же, по-моему, мальчик, кстати. Из лошадей буду приручать всех, но даже больше с точки зрения изучить и продать. Но основная лошадь у меня будет вот там, как она называется, ну вот самая крутая по скорости, арабская. Но в ближайших сериях ее себе обязательно приручу. Че, камон, ты меня чему учишь? В магазине закупаться? Ты серьезно? Че, только виски, чтоб скоротать время. Рома. Хочу, Рома. А можно так убить? А, кофе. А, кстати, кофе, 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 кофе. Ну-ка, давай сюда кофе, все. Где, мое виски? Где виски? О, бурбон давай, шахни. Красота. А вот когда пройду начальные миссии, чтоб мне открыли возможность убивать легендарных животных, а зайду в лес и все. И до свидания этот сюжет. Ну вот опять нажрались. Че ты узнала? И че? И че? Вот у меня единственное возникает два вопроса по поводу того, как снимать два момента. сборку золота и сборку легендарной сумки Легенды Востока, которую я, естественно, буду снимать по гайдам. Ну, то есть, снимать, делать. Но стоит ли это впечатлить, или это можно просто сделать из этого шорт? Вот это пока еще не разобралось. Так. Отвалила девчонки. Отвалила нахрен. Как тебе такие проблемы? Смотри, как бы я с тобой не поговорил. Ну, дева. Карен там себе уже шабашку нашла в том отеле. Я инициатором проблем никогда не бываю. Я их решаю. Ауф. Что там? Вечеринка, меня не позвали? Сейчас я за тебя заплачу. Хе-хе-хе. Так. Это блок? Кстати, надо поучиться. Поучиться. Один удар и все? Слабовато, дружище, слабовато. Ты в порядке? Хорошо. Ты что? Ничего. Ничего не волнуйся. Просто... мальчик. Но... хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какой банк? Банк? Конечно, знаю, небольшие банки обычно не потерпят времени, но... это живая домашка. Есть много денег иногда. Окей. ОК. И самое главное, я здесь отправлюсь, ребята, на большую охоту. Когда здесь появятся непосредственно охотники, я хочу открыть там вообще все. Я понимаю. Ты в порядке? Конечно. Он только панкнул меня. Артур панкнул его гораздо сложнее. Да. Хорошо, теперь. Эй, кто там смотрит? Кто там смотрит? Я? Нет, сэр. Я не из-за того. О, ты был. Я точно видел тебя. с большим парнем. Я? Нет. Не возможно. Слушайте, брат, прийди за минуту. Я видел тебя. Прийди. Прийди, прийди. Я не люблю это. Ты не мог что ли промолчать, дебила, кусок? Будьте внимательны, Артур. Просто слово. Ха! Преследуйте человека из Блокотера. Да что его преследовать? Я его сейчас порву на части. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Братанчик, ты меня с кем-то попутал. Ну да все. Пожалуйста, сделай что-то. Пожалуйста, я не могу выйти. И зачем ты подходил к возможному бандиту, говоря, что ты его узнал? Конечно, конечно, сшибся. Да-да-да. Он все равно бы заложил бы. Учитывая, что это Дикий Запад, вот вариант один. Да, у тебя больше не будет никаких проблем. Временная вошадь. Зачем мне эта временная вошадь? Где моя жучка? Кстати, надо представление обязательно будет посмотреть попозже. Забирай. Что, обязательно надо именно подбежать, да, вот на уши? Как ты делаешь? Как ты делаешь? Здесь твой птичок, другая. О, ты действительно просто взял его. Нам? Жучка, ты где? Иди сюда. Добавляйся. Смотри на тебя. Поехали! Привет, чувак. сейчас сейчас драка будет ну какие девочки все обиделась теперь скидку не даст какая жалость опа это нам такое надо так учат основам драки так блокировать так отпустить противника вот это надо запомнить учим учим это блок f это удар как же я хорош так помочь хавьеру хавьер ни хрена сам не сможет пиздиво еще с левой с правой так вот это большая цель для меня иди сюда здоровяк а вот сзади нападать подло но тем по животику по животику ну ка еще отцепился гнида что за бред контрольная точка естественно здесь надо было именно примут лупить по кнопке до гнида крысятническая я тебе сейчас давай давай артур давай твою мать вот так надо что нам такое надо так отцепился от хавьера ты сейчас хавьера убьешь нафиг так я полетел помогите давай поговорим от здравейка надо уклоняться обязательно так ей это захват но его нельзя захватывать да ёпту уйди я понял теперь вот опять рожу мыть сука я все равно сильнее томми айяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Вот так вот зародился рестлинг Уйди сюда Ну все, здесь уже Здесь уже полный нокаут Здесь я тебя только в мясо превращу У, блин, даже Ой, да иди ты Со своим плейс, не плейс, какие тут все добрые Это опять весь в говне А ты, я гляжу, приколись Ну, я думал, что ты был в Нью-Йорке И не забывай все это гламор Ты должен быть милым Как ты? Как они умудряются быть в таких чистых костюмах? Ах, Хавьер и Чарльз Я тебя не знал И Билл смотрит так хорошо, как можно быть Биллу дали бонус Хавьеру напихали А вот Чарльз Крепкий Не шел он, а спасем всех Пасем Вот, кстати, вопрос Под Комментарий в данном видео Как вы считаете Сборку непосредственно золота И сборку сумки легенды Востока Записывать или сделать по ним шорсы Чарльз Попробуй узнать, что ты можешь Берегко Чозайя Попробуй Хавьер В принципе, я думаю, можно со склейками и записать Так, отдых по-американски Сделали Что у нас тут Леополь Штраус Это не то Киран Это опять не то Во, хозяин Мэтьюс Вот хозяин Мэтьюс Сейчас выполняем это задание Получается, я продам жучку Он откроет мне возможность Охоты на легендарного медведя И все И можно будет бегать Выполнять Непосредственно Изучение мира Жучка, сюда иди Разозлить Добавь Зачем пушку-то достал Вот такое Вот такое мне нравится Ну, к первой лошади нет смысла привыкать Потому что вот конкретно ее в любом случае Артур продает Эх, красота Сделаем Сделаем Надо в любом случае Сейчас выполнить задание Хозяин Чтобы в полной мере Открыть То, что нужно Выполнять в игре Так, билл не возникай Так, мне нужно Минохозяем Не перепутаться А то Обязательно, наверное, будет Ну, это уже в следующей серии Обязательно, наверное, надо В первую очередь Уничтожить всех легендарных животных Кроме, естественно, аллигатора Который появится в четвертой главе И Сделать амулеты А, так это Не жучку надо продавать Да, я подзабыл Тут этого черного коня Надо шаерского продать Ну, давай Ну, давай Так, снять седло Сказал, снять седло Так, по-на-мать Такой здоровый И не дергается Смотрите, какой, а Так Погладить Хороший, хороший Че, я поворачиваю Это ты мне повернуть не даешь А в чем дева, твою мать Заносит ее Ну, это лошадь Грозный Темный конь Ну, почему не было возможности Ее себе Его оставить себе Зачем его обязательно продавать Тем более за копейки Там, по-моему, пять баксов, что ли Или пятнадцать Вроде бы пять Птички Гляди, хозяй Как же я хорош Бейте двух разных животных Заодно активацию меткого глаза Да изи Сейчас какой-нибудь Проскочит Обязательно завалим Так, это их Немножко триггерит Берем сначала Вот эти вот задания Кстати, никогда полностью Еще ни разу не выполнял Хотелось бы выполнить Нельзя стрелять Все В городе, наверное, не понравится им Да, гуд бой, гуд бой Сейчас тебя Продадим быстренько Не возникай Сервелат Заглядывай, заглядывай Я пока поторгуюсь Так, мужик Мне за эту лошадь Пятьдесят баксов И, как говорится, не волнует Ну, кто б сомневался Хорошая, крепкая Купить хочешь? И нахрен бумаги Так, шайерская Продать Шестьдесят пять долларов Нормально Продать Так, на Моргане Я не поеду Я лучше себе Чистокровную возьму Так Как ее знает Как ее правильно Назвать-то А как ее назвать? Пускай будешь Чистюлей Товары для лошади Немножко еды Сброя и услуги Так Внешний вид Обязательно Грива Вот дреды Хорошо Но только серенькие Вот белый даже О, красота Так, хвост Пускай будет коса Тоже белая Сейчас я сделаю коня Так Комплекс услуг Обязательно Товары для лошади Во Сильный стимулятор Для лошади возьмем Сахарку возьмем Лекарство Так Ну и конечно же Конское лекарство Надо при себе держать На деньги пофиг Раздобуду Я не знаю Чиста кромная Хороша или нет Но это типа Она шла в наборе За этот За предзаказ Когда Red Dead Redemption 2 Только выходила Я себе предзаказ делал Там много Всякой ерунды Было В том числе Вот эта ушка Конечно Нет более аккуратного Хозяина Чем я Так А ты мальчик Или девочка Нет Мальчик или девочка А девочка Чистюля Хорошо Вот это хотя бы На лошадь похоже Тут че это Морган Ха-ха-ха Пони долбаные А че б мне С ним не ладить Нормальный тип Блин Она быстрая Морган По-моему Медленнее был Так Входим уже В какие-то Другие Территории Ничего Красивый Такой Конь Своеобразный Лошадка Точнее Вапите Резервейшн Эмеральд Транч И че-то там По центру Написано Не пойму Да Я помню Это место А вот это Я помню Задание Сейчас Хозяй Попросит Для начала Убить пару Зайцев Где моя шляпа О Пускай они пока Пускай они Попиздят Я все равно Эти субтитры Не читаю Я Смотрю Природу Нет Ну сюжет Здесь интересный Прекрасный Классный Но я имею ввиду Что Его в принципе Можно и так Вот понять Не постоянно Вовсе Вчитываться Так вот Отрылись Кусками Стой 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 Чистюля Держи Сахарку Сказал Держи Сахарку Печеньку Держи Печеньку Твою мать Дай ты ей Печеньку Да Ах ты моя Чистюля Чистюля Так Что ты хочешь Так Чтобы я убил Королей Да не вопрос Я Гроза Королей Отлично Так Здоровья Пополним Так Кровой Ну-ка Вышли Вижу Вот и все Идеально Взять А Ну Моментально Сразу С него Шкуру Сдирает Да Все равно Эту кофту Потом Мыть Ну Еще бы Давай Сделаем Смотри Учись Я Кстати не сомневаюсь Так Создавать Готовить Дичь Вот это Вот это я не помню Приготовленное мясо Протухает В сумке Или нет Если ты его уже Приготовил Но жареное Не притухает То тогда получается Это Самая клевая еда Обязательно Всегда надо готовить Как хочешь А вот так Даже можно Подержал Он быстрее Типа готовит Отлично Сохранить Как я и говорил Видеотекеры В этой Игре Не собираются Торопиться Вообще Никуда Вот это Атмосфера Надо будет Обязательно Потом еще Найти Гайд Где найти Все рецепты Все да Все Так Ко мне Ничего нет Так что Все Спать Да запросто Спать До утра Вот так Вот на открытом Воздухе Спать Это конечно Здоровый сон Кофе Обязательно Буду стараться Кофе брать Это ему хорошо Бустит Выносливость Если я правильно Помню Я не путаю Игры Слушай Хозяин Не пиздить Дай мне снайперскую винтовку И я все сделаю сам Так Так Изготовить Не хочу я ничего Собирать Я хочу Приготовить кофе Да Ну ладно Чистюля Погнали Кстати Насчет Чистюля Где мои Щеточки А где щетка Вот блин Да не толкайся ты Ты где Права покупал Прекрасная Лошадь Не знаю Сказайте Сколько здесь Пород лошадей Но постараюсь Так же Все открыть Все Сейчас будем Выслеживать Ой какая красота Ну скажите Еще что Кто нибудь Не хотел бы Себе Вот такой Домик У озера Так Так аккуратно Аккуратно Девочки Все Сейчас мы будем Учиться Охотиться Ну то есть У вас Знание охоты Вообще у каждого Да В крови Как-то Проделаю Что это Именно Медвежьи Следы Вон Нету Вот так Смотри Рыбу точил Такой огромный Медведь Он Вообще Эту рыбу Должен был Заглотить Вот так вот Ам И все Понимаешь О Его Какашульки Держи Хозяя Поешь Вот Я сегодня Не завтракал Так Казалось бы При чем тут Зеленый Савоник Что Куда Я не Собираюсь Отчаиваться Мы его Сейчас Завалим Нафиг Разделиться Использовать Приманку Ну давай Используем Приманку Ты что-то Меня подгоняешь Вот старый Дай-ка винтовку Сюда Чистюля Сюда Иди Лишним Не будет Так Открыть сумку Положить Вот она Обязательно Надо Жвачку Подготовить И винтовку Вот это Моя Приманка Чистюля Уйди Нафиг Да я их Столько Перевалил Хозяя Ты за всю Жизнь Столько Их Не видел Нервный Да они Меня боятся Еще будут Посмотреть Что ел он ее Нет Вот он Здравствуйте Молодой человек Мой первый амулет Не помню уже На какие Характеристики Но Мне это Очень важен Так 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 Да умришь Ты ехади Нашпиговал Просто Как гуся Все нормально Старик Что Обделался Уже Кстати У меня же есть Динамит Это было Динамит Ты знаешь Артур Морган Я немного И Я Погнал Чтобы Быть После Большого Мага Ты Можешь Это Что Это Это Мак Мак Мой В баре Могил Могил Я Могил Но Это Еще одна Сказка Он Сказал Он Сказал Где Наслаждать Наши Многие Многие Спасибо Это Плесно Ты спасал Моя Моя Артур Это Да ну, то ли еще будет. Нафиг ты нужен, а остаться? Конечно. Куда я денусь? Так, динамит. Естественно, я тебя добью. Я не помню уже, кстати, охотник сразу откроется или нет. Но, по-моему, должен. Вот он. Так. Ну, иди сюда. Говнина. Иди сюда. Я сейчас вас рвать буду. То-то же. Вот так вот устраняют легендарных медведей. Чистюля, сюда иди. Хотя какая-то чистюля. Ты, наверное, пятнышко. Будешь пятнышком. Да. Смотри, что он папа поймал. Красота. Вы представляете, ребят, такую тушу взвалить на бедную лошадь? Давайте-ка сразу отгоним охотнику. Естественно. Да блин. Во. Я придумал. Скорее всего, на следующую серию я просмотрю сразу несколько гайдов. Расставлю точки, маркеры по карте. И будем с вами гулять, собирать разные ништяки. Надо в любом случае, в первую очередь, собрать золото. Без золота никуда. Сумку надо открыть. Ну, если собрать все золото, которое есть в игре, там оно потом до конца игры, по-моему, не понадобится. Я не помню точно. Ну, что ли... То ли 10, то ли 11 тысяч долларов. Если все золотые свитки продать. Бурбон, я. Так, что у меня там в испытании стрелка было? Убейте два животных. Заодно активацию меткого глаза, да? Хорошо. Так, олень. Ну, ты куда? Ты в натуре олень. Эх, красота. Я помню, ребятка, когда я в самый первый раз проходил, я настолько увлекался непосредственно именно изучением мира, что ко мне из лагеря приезжали, говорили, Артур, ядрить твою налево. Дача тебя ищет. Иди, играй в игру. Хватит тут делать вид, что ты живешь в этом городе. То есть, в этом лесу. Настолько это все круто, и настолько это нравится видеотекарю. Мужик, смотри, что я тебя пригнал. Выбирай. Тормози, Артур. Да никакого проблем. Я не могу развернуться, что ты будешь... Как не человек-то. Так, продать. Так, перья, перья. Перья продавать не буду, животный жир не буду. Жилистое мясо забери. Так, рыбу забери. Оружейное масло. Так, вот это мы продадим. Вот это мы тоже продадим. И это мы тоже продадим. Вот так, супер. Так, а реально, объективно, вот объективно, мне пока что никуда и не надо. Я имею ввиду, в плане выполнения заданий, миссии игры. А вот теперь давайте вернемся к началу, с чего мы начали нашу с вами серию. А эту серию мы с чего начали? Правильно. С задачи открыть карту. Офигеть тут, кровов. Стоять! А, ну можно и так, в принципе, почему нет. Только здесь аккуратно надо быть. Блин, я по этим горам однажды доскакался. Что лошадь потерял, у меня тогда лекарства не было. Опа. Что такое? Что ты такие? Здорово, мужик. А, то есть ты все уже, да? Окей. Ну что, халявный доллар. Деньги лишними не бывают. Надеюсь, адрисковые придут. Я имею ввиду, попробовать мне засаду какую-нибудь устроить. Перестрелки тоже надо делать. Так. Держи, девочка, ты у меня будешь. Зависимые от этой байды. Хе-хе-хе-хе. А, змея. Не надо, не надо возникать. Нормально вся. Давай, ты немножко дух переведешь. Я тебя пока покормлю. Свековка есть. Все хорошо, хорошо все. Отдохнула? Ну тебя вперед. Карта в любом случае должна быть открыта вся. Потом уже играть. Да что ж ты будешь... Че ты так устаешь-то, а? Держи. Так, ты сюда явно не заберешься. Стоп. А, вот они... Вот они, границы, кстати, карты. Превосходно. По этому краю поскачем. Тот, кто играл в Red Dead Redemption именно с точки зрения чисто сюжета, это кощунство. Обалдеть. Прыгучая ты у меня. Стоять. Легендарное животное. Легендарное животное сразу сюда идет. Почему это я должен его выпускать? Это ось. Куда он идет? Хорошо. Да, из меня охотник просто офигенный. Так, всегда по три следа. Стоп, стоп, стоп. Что это? Это змея где-то. После этого сейчас появится. Окей. Где ты? Вот он. Нина. Да умришь ты. Твою мать. Бедный ось, блин. Вот так. Тестюля, сюда иди. Не, мне не нравится твой ник. Надо назвать ее Пятнышко. О, какой красивый, а. Если найдешь. И сразу к скупщику сходим. Везде сходим. Так, надеюсь, поезда сейчас не будет. Гусь, ты чего? Я подумал, вот это. Испытание стрелка выполнить. Уничтожить два животных, заодно активацию меткого глаза. Так, стоп, а куда я? Мне по-нормальному, конечно, к охотнику. А ну и к охотнику заглянем. Красота. Так, аккуратно. Что-то тут какие-то кочки. Спокойно, спокойно, спокойно. Выносливость моей лошади на нуле. Это мы сейчас подправим. Держи. Это такая игра. Ты здесь не будешь как-то максимально активно, там, без передышки, постоянно все комментировать. Как будто бы это какой-то футбольный матч. Здесь все должно быть размеренным. Стоять. Это еще что такое? А что это мы левитируем? О, как. Это я не видел. Так, а как прочитать? Да подожди. Что за письмо для Бонни? Мне теперь интересно. Читать. Дорогая мисс Макфарлин, я прошу прощения. Вот я это сказал. Я прошу прощения, вы правы. У меня действительно излишне бурная фантазия. И так было всегда. Я понимаю это. И все же я люблю вас. Нам с вами суждено быть вместе. Такова наша судьба. Я это знаю. Я видел сон, в котором мы растили детей. Мы были счастливы, что... А, вы были счастливы, что стали моей женой. А я гордился тем, что я ваш муж. Сны не угуд. И я тоже. Я отправляюсь на поиски богатств. А когда вернусь богатым человеком, вы увидите, каким отличным мужем для вас и отцом для наших детей я стал. И нет, я не повзрослею. В этом вы ошибаетесь. Мне столько нужно вам сказать. Я продолжу писать это письмо позднее. Но, поверьте, нам нужно прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Даже ваш отец это поймет и примет меня, несмотря на мою семью. Все? Понял. Забрать. Ну, что ты, успел хоть что добыть, нет? О, бухришка. Еще один сундучок. Вот так вот, вошадка, никогда не гнушайся. Если видишь халяву, всегда забирай. Как поедем? Ох ты ж, блин, прыгучая ты у меня, а. Мы кого-то сбили. А я даже и не заметил. Так, а скупщика здесь нет случайно? Продавец газет, почта. Да это все не то. Так. Так, слушайте, а мне вот интересно, как, насколько далеко можно здесь пройти. Я прекрасно понимаю, что вряд ли кто-то, ну, либо же все полностью просмотрят эти ролики. Ну, как я в описании и ставил. Я игры прохожу, которые лично мне в кайф. В которых я балдею. Так, правильно? Правильно. Ну, на каком нуле? Ну, что ты будешь... Держи. Ага. Я понял. Здесь у нас на лошади не проскочить, да? Это так только, если плавать на ней. Ну, это... Это нам не надо. Давай тогда до охотника. Тихо. Хотя, до какого охотника? Хотя, надо шкуру загнать, да? Да, тут даже карту открывать. И то в одну серию не уложишься. Серии ошибка длинными я не хочу делать. Час-полтора. Максимум. Все должно быть размерено. Продавец газет. Ну-ка, дай-ка мне газетку. Давай. Купить. Прокупили все доступные газеты. Могу я прочитать? Читать. Так. Ограбление поезда, ожесточенная перестрелка, привела к многочисленным жертвам. Бандиты отправили поезд в путь без машиниста. А, это вот наша... Наша, так сказать, работа. Частный поезд, принадлежащий следорожному сахарному нефтяному магнату, Левиту Корнову, был среди бела дня ограблен бандитами в масках. Поезд, направлявшийся на север в Гризли, был остановлен и захвачен бандитами вскоре после того, как выехал из Вест-Элизабет. Согласно первым сообщениям, кровопролитный налет был осуществлен с целью похищения акций железной дороги из личного вагона мистера Корнула. Вскоре после ограбления поезда... А, после ограбления поезд был отправлен в путь без машиниста и экипажа, причем развил очень большую скорость. Техникам и служителям закона удалось остановить поезд немногим севернее Аннезберга. В вагонах были обнаружены следы жестокой схватки. Выживших же от трагедии не обнаружено. Это преступление продолжает череду похожих ограблений, которые в последние несколько лет прогремели к западу от Гризли. Хорошо. Блоквотер на особом положении. Банк заявил о самом крупном ограблении за несколько лет. Обвиняются парни Дача. За их голову назначена награда. Местные жители потрясены. Бандиты могли спрятать награбленное. После того, как бандиты устроили кровавую перестрелку и похитили огромное количество банкнот, перевозившихся на корабле, агентство Пинкертона ограничило доступ в город Блоквотер, чтобы провести большую облаву. Власти назначили награду за поимку Дача в Андерлинде и его банды, известной как парни Дача. Банк перевозил деньги на корабле, считая, что этот способ наиболее надежный. Ну да, сейчас. И надеясь таким образом снизить риск возможного ограбления. В результате дерзкого нападения был... Ёлт! 11 тысяч долларов хватает практически на все прохождение. Они похитили 150 тысяч долларов. Это крупнейшее ограбление за последние годы. Власти полагают, что перед побегом преступники спрятали деньги где-то в Блоквотере. Наши источники сообщают, что многие горожане теперь ищут этот тайник. Причем не только в общественных местах, но и в соседских двориках. Жители Блоквотера не одобряют решение закрыть город. Предприятия, зависящие от своевременной поставки товаров, жалуются, что Пинкертоны обрекли их на лишние траты и потерю прибыли. Впоследствии снежной бури в Блоквотере. Снежной бури в Гризли, извините. Снег тает. Жители подверженных паводкам областей обеспокоены. А, потому что наводнение будет в этом Гризли. Снежные бури, разразившиеся в этом мае, сделали Гризли абсолютно непроходимыми. Местных жителей непогода застала врасплох, ведь у многих из них зимние запасы провианта уже подошли к концу. Снег, толщина которого местами достигает несколько фунтов, необычное явление для этого времени года. По мнению путешественников, побывавших в регионе, долго снег там не залежится. Так, скоро наступит теплая погода и снег растает. В связи с этим, многие беспокоятся, что реки выйдут из берегов. Как это произошло после снежных бурь позднее весной 83-го года. Сообщают, что в посемной сезон откладывается... А, сообщают, что в посемной сезон откладывается, так как во многих районах из-за грязи землю еще невозможно пахать. Убита целая семья. В этих краях царит разбой. Грабители и убийцы часто подстерегают тех, кто путешествует возле Тоутрис. Хенниганстед, Армандио или Тамвилда. Полоска Хантингтона Шреддера, который ехал с женой и двумя маленькими сыновьями, была остановлена вооруженными до зубов бандитами. Предположительно, из банды Дель Лобос. Мистер Шреддер открыл огонь и застрелил одного из бандитов, того, что был ниже ростом. Однако смерть товарища потрясла второго бандита, того, что был выше ростом. И он, в свою очередь, застрелил мистера Шреддера. Жена Шреддера, Изабелла, храбро стреляла по бандитам, пока те не отступили. Ее младший сын, Айзек, получил ранение и вскоре умер от потери крови. Мирным гражданам рекомендуется избегать этих мест, поскольку грабежи и убийства происходят там все чаще. Представители закона попросту не успевают ловить преступников. Нифига себе тут текста. А я раньше не читал никогда. Слушайте, очень интересно. Нападение унесли жизни 21 человека. Банки и дилижанцы под прицелом. Кольм Андрисков, человек, на счету которого много смертей. Одной из жертв стал уважаемый пастор. Преподобный Алекс Хехьюш был застрелен, когда заступился за женщин в дилижансе, направлявшемся в Вест-Элизабет. Эта постыдная трагедия стала очередным кровавым деянием в череде преступлений печально известного бандита Кольма Андрискова и его банды. Банда Андрискова ограбила множество дирижанцев и обозов в окрестностях Ньюгановера и Вест-Элизабет. Также в этих регионах произошел ряд ограблений банков. Сообщается, что бандитам Андрискова мало отбирать у людей ценности. Они находят удовольствие в пытках и убийстве своих жертв. И уже многих они оставили в доме и вдовцами. Путешественникам рекомендуется соблюдать осторожность и иметь при себе оружие, особенно в районе Большой Долины, где, как сообщается, банда устроилась на одном из ранчо, убив семью, хозяина и всех работников. Ересь Религиозная секта вербует прихожан. Жители Валентайна протестуют чешуисты, богохульствуют. Чешуизм продолжает отравлять американское общество. Теперь эта секта действует открыто, и редакция считает ее угрозой для свободы всех жителей нашей страны. Христиане Валентайна собрались в прошлую субботу в церкви, чтобы выступить против того, что они и другие здравомыслящие граждане считают богохульством. Валентайн борется с местным религиозным течением. По словам чешуистов, истинная Библия сто лет назад была дана их великому пророку свыше. Местные представители духовенства заявляют, что эта ересь угрожает будущему региона и всей страны. Чешуисты считают черепаху древним священным животным, которому нельзя причинять вред. В городе начались акции протеста, участники которых были замечены несущими плакаты с перечеркнутыми изображениями черепахи. Идиотизм. Рост напряжения на границе с Мексикой. Солдаты перекрывают проход. Президент призывает к ответным мерам. Мексикано-американские отношения не были такими напряженными с тех пор, как генерал Франциско Рамирес Торрес стал президентом Мексики в результате кровавого переворота в 1876 году. Генерал Торрес разместил войска вдоль границы, чтобы не пускать на территорию Мексики изыскателей, скотоводов и бандитские группировки индейцев, которые повадились грабить мексиканские поселения. В ответ на изоляционную политику Мексики, президент МакАлистер призывал запретить торговлю с этим государством. Он заявил, что Соединенные Штаты долгие годы снабжали соседей ресурсами и даже помогли закончить войну с Апачами 10 лет назад, а взамен не получили ничего, кроме враждебности. В поисках древних костей. Охота на динозавров продолжается. Ньюгановер назван страной геологических чудес. Любительница палеонтолог Дибора МакГиннес, назвавшая Ньюгановер страной геологических чудес, проводит раскопки в нескольких уголках штата. Окаменелости, обнаруженные в Гризли, позволили МакГиннес предположить, что в доисторические времена в этом регионе обитали динозавры. Неизвестного вида, способные летать, плавать и ходить. Назвав древних животных тотализаврами, она посвятила жизнь поисков останков этих существ. Впрочем, геологи утверждают, что нет никаких доказательств существования этого вида. Несколько университетов отвергли гипотезу Мисс МакГиннес, заявив, что ей следовало бы писать фантастические романы, а не заниматься поисками динозавров. Распространение бубонной чумы Прибывающие сюда попадают в карантин. Эпидемия бубонной чумы, вспыхнувшая в Индии и Гонконге, перебросилась и на наши войска на Филиппинах. Несколько американских солдат скончались в Маниле от так называемой омерзительной болезни. Несмотря на все принимаемые меры, чума добралась и до нашей страны. В Нью-Йорке и Сен-Дени подтверждены случаи заражения чумой. Прибывающие корабли становятся перед выбором повернуть обратно или пустить на борт доктора для осмотра. Тела погибших от болезни следует немедленно сжигать, даже если бактериологический анализ не подтверждает бубонную чуму. Обалдеть тут статей. Война разразилась на Филиппинах. Участились мятежи против Соединенных Штатов. Первая Филиппинская Республика фактически объявила войну Соединенным Штатам, возражая против Парижского соглашения, по которому Филиппины после паноамериканской войны перешли от Испании под власть США. После того, как прозвучали первые выстрелы, американский флот провел артиллерийский обстрел города Иппоева. Они узнают, что такое человечность завоевателей. Военное министерство рассчитывает на скорое подавление враждебных действий, поскольку американская армия сильна, а филиппинцы вооружены преимущественно ножами, боу, копьями, луками и другим примитивным оружием. Американская оккупация архипелага вызвала большое недовольство, но военные планируют после завершения военных действий провести гуманитарную кампанию. Дурдом. Жители встреложены нападениями медведя. Мужчина убит на охоте. На этой неделе огромный медведь напал на охотника, выслеживающего оленя. Вероятно, это была потерявшая детенышей медведица, которая инстинктивно напала на человека. Охотник сделал пять выстрелов, но зверь сумел добраться до него. Сломал оба плеча, разорвал органы и изуродовал лицо. Тело было обнаружено поисковым отрядом после того, как жена сообщила о пропаже мужа. За неделю до того медведь убил корову. И за его поимку была назначена награда в 10 баксов. Неизвестно, получил ли зверь серьезные раны, охотников просят соблюдать осторожность. Так, секреты рыбной ловли от Джереми Гилла. Синежаберник. Как я нередко рассказывал пытливым читателям этой колонки, рыбная ловля для того, кто достаточно умен, чтобы заметить это, лучший способ понять человечество во всей его славе. Как знаменитый рыбак, писатель и, если позволите, философ, я привык к опасностям, которым подтвергаются знаменитости. Однажды я давал автограф больному полиомелитам юноше в Куала-Лумпуре, и он спросил, что я думаю о рыбалке в дождливую погоду. Я рассмеялся и похлопал его по спине, чем вызвал у него приступ мучительного кашля и изрядно смутил нас обоих. Бедный малыш. Жизнь порой очень несправедлива, и это я тоже узнал благодаря рыбной ловле. Я всегда говорил, что самые глубокие откровения о собственной душе приходят, когда ты стоишь под проливным дождем. Однажды, когда я рыбачил в дождь на живца возле Скарлетт Меддлз, я подсек громадного синежабрика. Я не смог вытащить его из воды, зато получил хороший урок. Подсек не значит поймал. Класс, класс, слушайте, офигеть. Офигеть, зачитался. Вот это газета. Так, девчуля моя, куда мы с тобой поскачем? Давай-ка мы поскачем до охотника. Мы и так с вами эту серию сделали уже большой. Немножко больше, чем я ожидал. Прекрати. Ну, змея и змея, она через, вообще, через дорогу не успеет укусить. Здесь не ракетные змеи. Что, что, куда? Сейчас поможем. Так, жвачку сейчас пожую. Так, хорошо. Сейчас на стелсе. А я хорош. Давай освобожу. Так, освободить. Ты кто такой-то хоть? В огонь не наступи. Ну так. Вот о чем я и говорю. Как можно в этой игре торопиться и лететь по сюжету? Это просто надругательство над великой игрой. Это нельзя назвать игрой. Как Red Dead Redemption можно назвать игрой? Это симулятор жизни на Диком Западе. Так, здесь аккуратно. Вот здесь я столько раз падал на вот этой извилистой дороге. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Запачкалась. На, он, перекуси хоть что-нибудь. Так, вокруг озера надо подскакать. Не, ну все равно я хочу сдать шкуру этого Вося. Вося, Вося. Что там? А, там Мерфи живут. Красота. Главное, что ведь не скучно. Вот реально не скучно. Поэтому я и говорю. Лучше уж я сделаю 500 серий по Red Dead Redemption. Вот в таком вот манере повествования. Вот в такой вот скорости прохождения. Чем пройдут 200, 300, 500 игр. Так, охотник. Смотри, что принес. Тормози, тормози, Артур, тормози. Продать. Смотри, какая вещь. Так, а что ты продаешь? Нет, одежду потом. И лучше, наверное, снаряжение. А, вот для этого эти испытания проходятся. Точно, точно. Ладно, давай парочку нейтрализаторов. Оружейное масло купим. А, никаких у тебя рецептов нет? Предметы. А, пока нет. Я понял. Там графа была все. Так, частюлька погнали. Карту, в принципе, продолжаю открывать. Так, в следующей серии мы с вами откроем, в принципе, границы карты. Вот это нужно обязательно сделать. Повыполняем побочные задания. И, скорее всего, надо будет уже готовиться проходить непосредственно по гайдам. Собирать золотишко и собирать непосредственно сумку Артура. А на этом серия и так получилась огромная. Сохранить игру. Уходится изглённым самолюбием? Чё? А, это вот типа задание с медведем. Всё, я понял. А, на сегодня всё. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекер. Не забывайте рекомендовать канал друзьям, оценивать видео, писать комментарии. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.